Культ Просвет Культ Просвет Одно из заключительных и наиболее ожесточенных сражений Великой Отечественной войны – операция по взятию Берлина. Центральное место в нем занимал штурм Рейстага, в котором располагался парламент Гитлеровской Германии. Именно эти события стали основой для исторической реконструкции, которую провели в Кубинке. Руси, солдаты! Сдавайся! Масштабное граффити украсило жилой дом на Можайском шоссе. Картина была создана в рамках областного конкурса «Целый мир помнит их в лицо», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Своими глазами увидел уличное произведение искусства и пообщался с ее авторами губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. У нас в очень многих городах молодые ребята объединились в канун 73-летия Великой Победы. И вот такой конкурс большой прошел в граффити, где большое количество молодежи, около сотни ребят из разных городов, вот свой талант, свой креатив, свои патриотические чувства пытаются изобразить на фасадах, на улице. Финал военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» состоялся в Одинцово у памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Масштабная акция стартовала в Одинцовском районе 8 декабря и за пять месяцев побывала во всех городских и сельских поселениях. Недавно наша съемочная группа встретилась с разносторонне талантливым композитором, автором масштабного проекта «Песни Победы», певицей и, между прочим, жительницей Одинцовского района Ольгой Алмазовой. Она сочинила много песен о Великой войне, которые стали популярны в нашей стране и все чаще звучат с разных сцен и площадок. Давайте поближе познакомимся с ней в нашей рубрике «Даешь интервью». Ольга, расскажите о вашем масштабном и благотворительном проекте «Песни Победы». На проект «Песни Победы» меня вдохновила премия губернатора «Наша Подмосковья». В прошлом году я подавала заявку на эту премию, на сайте были опубликованы мои работы, мои песни авторские. И заинтересовались из других регионов вокалисты, авторы-исполнители, попросили, кто-то попросил песни исполнить, и кто-то попросил свои песни включить в этот проект. И с одной из абайкальской писательницы Еленой Стефанович я сочинила в этом году около 20 песен авторских, посвященных Великой Победе и Великой Отечественной войне. С этим материалом, когда он уже был готов, то есть это юные вокалисты страны, завоевавшие такие звания, как Гран-при, побывавшие на телеканале, в первом канале в проекте «Голос дети», они взялись за эти песни, за их исполнение. И поддержало эту инициативу руководство Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Я думаю, что это будет действительно какой-то такой творческий вклад всех нас, вместе взятых, приехавших из разных регионов страны. Вот я считаю, что это такой проект, действительно объединяющий всех нас. Спасибо нашим дедам, спасибо за победу, спасибо за то, что они отстояли страну в свое время. И мы тоже то, что можем и будем делать. Ольга, вот сейчас в социокультурном пространстве современные артисты поют о чем угодно. Вы сами знаете, песня стала иметь более развлекательный характер, нежели просветительский или какой-то воспитательный. Поэтому скажите, как вы пришли к такой теме, как Великая Отечественная война? Это ведь настолько серьезная и глубокая тема. Я никогда не забуду случаи, когда вот я была еще сама 12 лет, когда мне было 12 лет, и одна из ветеранов, бабушка, попросила меня прийти к ней домой на 9 мая, потому что она не могла прийти на концерт. Я пришла к ней домой, спела песню, и в этот вечер она умерла. И родственникам говорила, что спасибо этой девочке, которая пришла и исполнила песню, доставила мне радость. И этот случай почему-то он навсегда остался в моей памяти, когда я стала уже сочинять песни, стала заниматься композиторским делом. Я решила, что каждый год я буду сочинять новую песню какую-то о Великой Отечественной войне. Но вот в этот раз так повезло, может быть, мне, что вот забайкальская поэтесса прислала мне около 20 текстов. И они, вот каждый текст, который я брала, я сразу слышала музыку. Я сидела за клавиши, сочиняла эту песню, и сразу появлялся исполнитель. Мне тут же кто-то звонил, в общем, это каким-то странным образом все происходило. Кто-то звонил из Омска, из Новосибирска, дети, и говорили, нет ли у вас песни в репертуаре, вот сейчас 70-летие Победы, мы хотим исполнить. Я рассматривала эти заявки, рассматривала этих детей, и отдавала песни, и получался, в общем-то, такой результат, который устраивал и меня, и этого исполнителя, и уже зрителей. Спасибо деду, за победу, и до земли поклон ему. Я говорю спасибо деду, за то, что отстоял страну. Спасибо деду, что солдатом ушел в семнадцать воевать, что храбро защищал свято Россию, как родную мать. Что от Москвы и до Берлина прошел солдатам всю войну, за то, что в трудную годину с Бог грудью защитит страну. За то, что в трудную годину с Бог грудью защитит страну. И если нам страна прихажет, в моей стране отвага есть, мы отстоим, как деды наши, России воинскую честь. Мы отстоим, как деды наши, России воинскую честь. Я поздравляю всех замечательных наших дорогих и любимых ветеранов, которые отстояли страну, которые позволили нам сегодня жить вот на этой планете, в этом мире, вычислимыми, растить своих детей. И поздравляю всех жителей Одинцова также с праздником, 9 мая, с Днем Победы вас, дорогие друзья. Я всегда буду рада исполнять свои патриотические песни для вас, создавать новые песни. И дай Бог, чтобы был на земле мир всегда во все времена. Фонд «Общественное мнение» протестировал взрослых россиян на знание отечественной истории. В конце прошлого года сотрудники фонда пообщались с совершеннолетними жителями больших и малых населенных пунктов. Прежде всего им предложили выбрать из предложенного списка, в котором, между прочим, значилось 25 исторических событий, 10 наиболее важных. Большинство, 86%, указали победу в Великой Отечественной войне как самый значимый факт нашей истории. 67% проголосовали за первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин. 51% граждан выбрали Куликовскую битву как особое важное событие в истории Отечества. А 37% – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Из ответов россиян социологи составили исторический топ-10. За пределами которого среди прочих переломных моментов истории оказались основания Санкт-Петербурга, восстание декабристов и Карибский кризис. Для одинцовских ветеранов в преддверии Дня Победы была организована поездка в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Защитники Отечества посетили две экспозиции – зал славы и зал памяти и скорби. И почтили память всех доблестно павших героев в эти судьбоносные, страшные и жестокие четыре года войны. И давайте сейчас вместе с ветеранами совершим обзорную экскурсию по залам этого монументального памятника истории. И своими глазами увидим экспонаты, которые пронизаны духом военных лет. Центральный музей Великой Отечественной войны является составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве. Многие прославленные мастера Отечественного изобразительного искусства, такие как Вучетич, Пасохин, Томский и другие, неоднократно принимали участие в многочисленных конкурсах на создание проекта памятника Победы и определение места размещения мемориального комплекса. Они даже не дожили до дня официального открытия памятника, но некоторые их идеи были восприняты теми мастерами, которым выпало счастье завершить начатое дело. Это были Полянский, Буданов, Церетели. В этих именах, воспринимаемых сегодня уже как легенды, звучит сама история нашей страны, тема преемственности поколений. В итоге идея по созданию именно народного памятника Победы в Великой Отечественной войне, высказывавшуюся на протяжении нескольких десятилетий, реально удалось воплотить в жизнь только в конце 80-х, 90-х годах 20 века. Наверняка многие из вас уже увидели своими глазами или через прямую трансляцию одно из грандиозных, торжественных и ежегодных событий нашей страны – Парад Победы на Красной площади. Он всегда проходит торжественно и каждый раз остается в памяти на всю жизнь. Тем более, что в этом году демонстрация военной мощи нашего государства состоялась в юбилейный 70-й раз. Но я хочу сегодня предложить вам посмотреть первый Парад Победы 1945 года. Ведь современные технологии и социальные сети позволяют найти даже самые редкие архивные кадры и хронику. Итак, вашему вниманию заключительная рубрика «Мир. Труд. Ютуб». Первый Парад Победы состоялся в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года во знаменовании Победы над Германией в Великой Отечественной войне. Решение о проведении Парада Победы было принято Иосифом Виссарионовичем Сталином 24 мая 1945 года после разгрома последней не сдавшейся группировки немецких войск. Парад Победы принял маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, а командовал парадом маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Они проехали по Красной площади на белом и вороном конях. Перед каждым полком шли командующие фронтами и армиями знаменосцы, герои Советского Союза, несли 36 знамен, отличившихся в боях соединений и частей каждого фронта. Оркестр из 1400 музыкантов исполнял особый марш для каждого из проходивших полков. После прохода сводных полков к мавзолею подошла колонна из 200 солдат, несших знамена побежденных вражеских дивизий. Они бросили полотнище к подножию. Первым был лейбштандарт Гитлера. Солдаты несли знамена в белых перчатках, чтобы подчеркнуть свое отвращение к врагам. А тем же вечером перчатки солдат и помост сожгли. Парад длился 2 часа 9 минут. Все это время шел дождь, из-за которого были отменены воздушные выступления. На этом наша передача подходит к концу. Еще раз хочется поздравить всех с праздником. Мы помним и гордимся героями победы. С вами была Екатерина Старосветская. И до новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова